Уважаемые гости, разрешите поприветствовать вас от имени компании Кодерлайн. Мы благодарим вас за встречу, за то, что уделили нам время. Сегодняшний наш семинар, вебинар, извините, посвящен актам сверки. Тему вебинара вы видите на экране, вести ее буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. И тема нашей сегодняшней встречи оторожена тоже на экране. Собственно, достаточно распространенная ситуация, акты сверки, с ними сталкивается каждый бухгалтер. Мы немножечко повторимся по поводу законодательного регулирования и потом посмотрим акты сверки на примере конфигурации бухгалтерия предприятия и на примере конфигурации ERP управления предприятием. Несмотря на то, что в ERP сохранен практически полностью весь функционал, который присутствует в бухгалтерии, все-таки есть некоторые различия. Связаны они с тем, что в ERP у нас присутствует еще несколько видов учета, то есть оперативный учет и немного по-другому, естественно, формируются и проводки, и это надо учитывать при составлении актов сверок. Ну и потом посмотрим еще несколько дополнительных сервисов, которые связаны с отчетностью и так далее. Я сейчас переключусь в конфигурацию бухгалтерия предприятия и начнем мы с того, где находятся акты сверки. Они у нас дублируются, то есть есть в подразделе продажи меню расчета с контрагентами. Здесь у нас есть акты сверок. Точно такие же акты сверок у нас есть в разделе покупки, тоже акты сверок. На самом деле это один и тот же функционал, просто для удобства пользователей расположен вот таким образом, дублируется. Потому что некоторые сотрудники могут работать только с одним блоком, например, с закупками, вторые только с продажами. И обращаю ваше внимание на то, что у нас в этих блоках, ну я буду показывать на покупках, есть еще один пункт, пункт акты инвентаризации расчетов. Законодательно акты сверок любое предприятие должно проводить по состоянию на 31 декабря, то есть по состоянию на конец года. Необходимо провести, выполнить акты сверок со всеми контрагентами и с поставщиками, и с покупателями. Это законодательное требование, и если кто-то из вас сталкивался с, ну например, с обязательным аудитом, аудиторы в обязательном порядке будут требовать с вас акты сверки, проверки состояния учета на предприятии. И не просто распечатанные, а еще и подписанные обоими сторонами. Промежуточные, так сказать, акты сверок в промежуточные периоды не регламентируются, вы можете их делать хоть каждый день, но чисто для собственной безопасности, для безопасности предприятия, все-таки желательно их делать по окончанию квартала. Когда вы готовите отчетность квартальную, и чтобы вы могли вовремя увидеть, что, например, растет задолженность, или какие-то предприятия не выполняют свои обязательства. Ну и потом само по себе проведение актов сверок, оно на самом деле несколько трудоемкое, потому что недостаточно вывести в программе, нужно еще и обменяться с контрагентами и получить от них хотя бы сканокопии. В идеальном формате, конечно, если это подписано, например, электронной цифровой подписью. Итак, акты сверок, то есть на самом деле, если мы переходим по этому пункту меню, то мы попадаем в журнал актов сверок. По кнопке создать мы создаем сам как таковой акт, и, собственно говоря, ну, сейчас я выберу какого-нибудь не такого помпезного, а нет, у меня вот тут не будет. Ну, то есть на самом деле мы выбираем любое предприятие, в идеале делаются акты сверки по предприятиям, которые, естественно, наиболее для вас значимые, наиболее крупные покупатели, центральные поставщики и так далее. Если мы выбираем договор, то, соответственно, можно выбрать какой-то конкретный договор. Если не выбираем договор, то в этом случае акт сверки делается по всем договорам, которые имеет данное предприятие. Естественно, мы задаем период, период можно задать и в таком формате, выбрав через календарь и просто набрав цифровую комбинацию, ну, то есть дата, месяц, год, кнопочка добавить. Это если мы хотим добавить какие-то конкретные позиции и кнопочка заполнить, если мы хотим сформировать сверку. Если мы выбираем только по нашей организации, то сверка формируется только половина, заполняется только половина. Если мы выбираем по нашей организации, по контрагенту, заполняются обе части акта сверок, мы к этому еще немножко перейдем. Ну, данных, к сожалению, у меня на этого контрагента нет. Если мы переходим на закладочку по данным контрагента, здесь абсолютно такая же ситуация, то есть это заполняется случай, если у нас с контрагентом есть какие-то расхождения. И счета учета. Очень часто бывают вопросы, связанные именно со счетами учета, когда что-то не отражается. Ну, то есть, например, у нас в актах сверок не отражается информация, например, по какому-то договору, например, по договору, по валютным договорам или еще что-то. В этом случае нужно обязательно перейти на эту закладочку, во-первых, проверить отметки, галочки, которые у нас стоят. А, во-вторых, можно добавить, если вы ведете какие-то нестандартные расчеты, нестандартные счета, используете, то здесь их можно добавить. Так, отменим сейчас это дело. Ну, и закладочка «Дополнительно» здесь, собственно говоря, уже ритуальная часть процесса, то есть мы выбираем подписантов, которые должны подписать наш акт. И вот здесь, обратите внимание, вот на вот эти вот флажочки у нас можно выбрать, будет ли наш акт сверки разбит в разрезе договоров. Это если мы вот сюда, в это поле, не выбрали никакой конкретный договор, то в этом случае мы можем разбить по договорам. Ну, можно выводить полные названия документов, когда у вас будут полностью указаны все регалии создаваемого документа, можно сокращенно. Естественно, если предприятие активно работает, то лучше сокращенно. И счета фактуры, если это требуется. После того, как вы обменялись подписанными, обращая внимание, именно подписанными экземплярами, вот здесь можно проставить флажок «Сверка согласована». То есть в этом случае в журнале актов сверок, вот здесь, у нас будет проставлена отметочка, что «Сверка согласована», и вы будете видеть и будете знать, что это уже полностью сформированный, правильно оформленный документ. Хочу обратить ваше внимание на такую вещь. То есть мы говорим сейчас про бухгалтерию предприятия. И, соответственно, в бухгалтерии по документам, которые мы здесь создаем, формируются проводки. То есть это у нас регламентированный учет. В отличие от конфигурации 1С и ИРП, управление предприятием. В управлении предприятием проводки, то есть отражение документов в регламентированном учете происходит либо при закрытии месяца, когда мы запускаем операцию закрытия месяца, либо мы можем сделать предварительное отражение документов в регламентированном учете, но при этом понимаем, что, допустим, на сверке это не отразится, если мы запускаем предварительное отражение в регламентированном учете, поскольку в сверках участвуют денежные документы и отгрузки. А вот себестоимость, вот там как раз-таки зависимость от расчетов большая, данные по себестоимости, естественно, могут отличаться. Кроме того, что мы должны проводить акты сверок ежегодно по состоянию на конец года, то есть чтобы на 1 января у нас были выверены и согласованные остатки, мы можем еще использовать возможность инвентаризации расчетов. То есть не просто проведение актов сверки. Располагаются у нас документы инвентаризации в том же месте, практически вот они рядышком находятся, акты сверки расчетов и акты сверки инвентаризации расчетов. Инвентаризация расчетов практически то же самое, мы ее обязаны делать по окончанию месяца. В этом случае у нас идет дебиторская и кредиторская задолженность. В зависимости от того, какие из этих параметров мы хотим проверить, мы можем либо добавлять данные, что мы хотим конкретно проинвентаризировать, либо использовать кнопочку «Заполнить». То есть механизм такой же, как и в актах сверки в обычных. Счета расчетов здесь немножечко другие, обратите внимание. То есть инвентаризация расчетов у нас возможна и с учредителями, и с персоналом, с подотчетниками. Ну, естественно, по налогам и взносам, то есть фонды 68 счет, 69 счет – это соц и пенсионное страхование. Ну, и также, естественно, по расчетам с поставщиками, с покупателями, но и с дебиторами и кредиторами. То есть практически вот эти документы, которые у нас в актах инвентаризации, мы используем уже при составлении годового баланса, то есть при проведении аудита аудиторы тоже спросят с вас инвентаризацию расчетов. То есть не только наличие актов сверок, но и инвентаризацию расчетов с вашими партнерами. Кроме того, вот именно на инвентаризацию расчетов хочу обратить еще ваше внимание на такой момент. Поскольку это инвентаризация, она подчиняется правилам проведения инвентаризации. То есть вы должны составить приказ на проведение инвентаризации, комиссию утвердить в составе каких-то конкретных сотрудников и, соответственно, оформить это надлежащими документами. То есть это все можно сделать. Вот две закладочки у нас есть. Проведение инвентаризации и инвентаризационная комиссия. То есть на закладочке проведения инвентаризации мы составляем приказ, который мы можем распечатать и согласовать. Ну, соответственно, получается очень удобно собран весь функционал в одном месте. Выбираем документ, либо приказ, либо восстановление, либо распоряжение, то есть в зависимости от того, что в вашей организации используется. Причина проведения инвентаризации, ну, чаще всего плановая, внеплановая может быть в случае, если обнаружены какие-то обстоятельства, которые предполагают, что могут данные расходиться. Ну, например, предприятие подало на банкротство, или какие-то аналогичные, или, например, оно не выполняет свои обязательства систематически, вы хотите начать с ними претензионную работу. То есть к этому ко всему, естественно, есть печатные формы, и на закладочке инвентаризация мы можем добавить сотрудников, которые должны войти в инвентаризационную комиссию. Обратите внимание, что справочник будет идти выбор из справочника физических лиц, то есть не справочник сотрудника, где выбирается, например, бухгалтер, кассир и так далее, а именно физическое лицо, там, Иванова, Мария Ивановна и так далее. И здесь мы делаем отметку против одного из сотрудников в том случае, если он является председателем комиссии. Соответственно, все эти данные мы выводим в печатном виде, и сейчас просто я отменю эту строку, чтобы она у меня не мешала. Соответственно, бумажный документооборот, который сопровождает инвентаризацию взаиморасчетов, у нас полностью сосредоточен вот в этом документе, то есть в акте. Мы не только сам акт сформируем, но и сформируем соответствующие ему нормативные документы. Мы с вами смотрели на меню покупки, абсолютно то же самое у нас и меню продажи, то есть это дублируется. И, в общем-то, сложности обычно это не вызывает. То есть именно составление актов сверки – процесс, который практически ежедневно происходит, может происходить во всяком случае. Это мы с вами посмотрели на конфигурации бухгалтерия. Я вам показываю на версии CORP, потому что у нее немножко расширены возможности. А теперь мы с вами перейдем в конфигурацию ERP. И посмотрим, чем же отличаются в этом случае акты, которые мы привыкли видеть в бухгалтерии, где они находятся, и то, что у нас находится в этой конфигурации. Напоминаю еще раз, что здесь у нас есть оперативный учет, и, собственно говоря, данные регламентированного учета отражаются уже только после того, как мы проведем закрытие месяцев. Что же делать с актами сверки? Акты сверки у нас в этом случае располагаются абсолютно там же, где и в бухгалтерии предприятия. Единственная разница, что они немножко по-другому называются. Там у нас был акт сверки, а здесь у нас сверки взаиморасчетов. И точно так же в меню закупки у нас точно так же есть сверки взаиморасчетов. То есть практически это один и тот же функционал, который сохранен и в ERP в полном объеме, в том же, что есть и в бухгалтерии. Здесь у меня есть несколько примеров. Сейчас мы просто посмотрим один из них. И в журнале мы можем... А вот хотела обратить внимание на одну вещь. То есть вот когда мы с вами в журнале, то мы можем просто создать сверку, но в нашем случае мы ее посмотрим. А можем запустить помощник создания. В этом случае тоже создастся новый акт сверки, но помощник поможет вам пройти, ну как бы заполнить все, что требуется для акта, если вдруг в эту конфигурацию еще, ну например, только начинаете применять. Практически то же самое, что и в бухгалтерии. То есть мы выбираем организацию из наших, которые мы хотим видеть, выбираем какого-то контрагента, с которым мы хотим провести сверку. А вот разница, ну вот, я вот так вот выберу на обум. Можно выбрать основного менеджера, который работает с этой конкретной организацией, с этим контрагентом. А вот дальше пошли отличия. То есть здесь мы можем выбирать типы расчетов, то есть расчеты с клиентами, с поставщиками, с дебиторами, кредиторами или с арендодателями. Потому что в ERP реализован механизм, когда можно вести обособленно партнеров и контрагентов. То есть в этом случае у нас партнеры – это группа компаний, ну например, может быть какая-то холдинговая структура. когда партнер у нас, например, не юридическое лицо, какой-нибудь, ну, строит рест, бум и так далее, который работает от имени нескольких юридических лиц. И юридические лица уже конкретно имеют НН, расчетный счет, от их имени выписываются, выписываются какие-то документы и так далее. В этом случае мы можем, ну, то есть выбирать, что это у нас тип расчета, например, если у нас партнер-клиент, то есть покупатель, ну или поставщик. В этом случае мы делаем отметки, и, соответственно, сверху уже будет детализировано. Можно включить расширенный отбор. партнер, в этом случае, вот обратите внимание, у меня стоит сейчас отметочка контрагент. То есть я хочу проверить свою сверху с конкретным юридическим лицом. Можно поставить партнер, и в этом случае у меня будут уже анализироваться данные не по конкретному юрлицу, а по группе контрагентов, которые входят вот в это объединение, в эту группу партнер. Вот это как бы очень существенное отличие от бухгалтерии, потому что в бухгалтерии у нас сверху идет в разрезе юридических лиц. Варьировать мы можем договора, выбирать конкретные договора или выбирать по всем договорам, но конкретные юрлица выбираются. Соответственно, здесь расширены возможности, то есть мы можем выбирать либо тоже так же конкретные какие-то договора, либо выбирать по менеджеру, например, мы хотим проверить по менеджеру такому-то, он, например, собирается в отпуск. Мы хотим проверить его предприятие, с которым он работает, чтобы он не ушел, оставив какие-нибудь там крупные долги или по направлению деятельности. В этом случае, соответственно, нужный флажок мы можем поставить. Так, я пока его сниму. И, собственно говоря, открыть отчет расчеты с партнерами, то есть обратите внимание, уже с партнерами. Ну, естественно, нужно выбрать какую-то организацию. К сожалению, сейчас не выберу, потому что могу показать только, вот так сказать, шапку. То есть здесь формируется уже в разрезе управленческой отчетности, то есть анализируются партнеры и анализируются те, кто входит, те юридические лица, вот контрагенты, которые входят в состав именно партнера. В бухгалтерии такой возможности нету, поскольку там другие принципы построения конфигурации. Еще немножко отличается выбор периода. То есть там мы с вами задавали период именно в числовом выражении, выбирали с какого, по какое мы хотим, а здесь доступна возможность еще выбирать вот из такого меню, то есть, например, прошлый месяц, прошлый квартал, ну, то есть более, может быть, более удобно, но это кому как, кто как больше привык. И есть возможность еще, если по договорам не было оборотов, не включать их сверху, то есть у нас доступен выбор, включать или не включать. И точно так же, как и в бухгалтерии, у нас имеется возможность посмотреть, провести инвентаризацию расчетов. Но обратите внимание, в меню расчета с поставщиками или продажами, или с покупателями, то есть с клиентами, у нас такого пункта в меню нету. Это не значит, что оно здесь отсутствует. Такая функциональность здесь сохранена, только она находится немножко в другом месте. Значит, у нас в регламентированном учете раздел регламентированный учет вот он есть точно такой же пункт акты инвентаризации расчетов. И построение у него абсолютно такое же, как в бухгалтерии. То есть мы точно так же выбираем какую-то свою организацию, точно так же задаем период в числовом выражении, то есть с даты по дату. Пишем точно так же, как и в бухгалтерии, причины инвентаризации, ну, например, плановая. И выбираем те же позиции, которые были и в бухгалтерии. То есть либо приказ, либо постановление, либо распоряжение. И здесь у нас есть возможность тоже добавлять счета. То есть если мы хотим какие-то сделать счета те же самые, то есть на самом деле наборы счетов те же самые, но мы можем проставить галочки и выбрать только то, что нас интересует. Функциональность та же самая, интерфейс немножко другой, в бухгалтерии попроще. Но отражение и функциональность та же самая. Так. И точно так же мы можем задолженность, у нас здесь не две закладочки, как там было, а одна закладочка, но мы, естественно, можем тоже выбрать, какой вид задолженности мы хотим проверить. Дебиторскую, кредиторскую, с кем хотим проверить конкретно. и вот так вот. И хотим, можем выбрать, в бухгалтерии этого не было, здесь мы можем выбрать подтвержденное, частично, с истекшим сроком давности, ну, то есть немножко шире выбор. И закладочка инвентаризационная комиссия, абсолютно точно такой же функционал, здесь только добавлено члены комиссии, то есть мы здесь можем сейчас сработает до конца, выбирать точно так же из справочника физические лица, мы выбираем конкретного персонажа, ну, вот, например, возьму первого попавшегося, и здесь мы еще и подбираем его должность. И обратите внимание, роль немножечко по-другому отражается, точно так же мы назначаем роль председателя комиссии, ну, то есть назначаем кого-то на председателя комиссии, а остальных мы пишем член комиссии. То есть фактически то же самое, что было и в бухгалтерии, но чуть-чуть другая компоновка и находится уже в разделе регламентированный учет. Так, сейчас я позакрываю лишнее, чтобы это нам не мешалось, и вернусь к помощнику. То есть мы с вами сейчас вот это вот смотрели формирование с помощью помощника. Ну, основные критерии, основные параметры мы посмотрели, переход осуществляется по кнопочке «Далее». и то есть видите, когда включен помощник, он гарантирует вам, что все будет заполнено правильно. То есть вот я не проставила галочку, программа мне ругнулась. Естественно, то же самое, типы расчетов, партнеры, договоры. Выводим документы на печать. То есть это в случае, если мы обмениваемся с нашими партнерами печатными формами документов. Ну, естественно, можно сразу указать количество экземпляров. В одном или в двух, то есть если мы подписываем, например, по электронным каналам связи, то можно один, который мы отправляем туда и получаем скан обратно. А если вживую, то естественно два для того, чтобы были подписаны и проставлены печати. Один экземпляр для партнера, один для нас. И вот дальше мы переходим вот в такое меню для новых документов. Что это такое? То есть не создавать или создавать, а уже для существующих мы можем выбирать то есть перезаполнить и установить статус. Обратите внимание, статус. То есть здесь в программе ERP у документов присутствует такое понятие, как статус. То есть статусы могут быть созданы, утверждены, согласованы, ну, в зависимости от разных документов. Статусы тоже будут разные. Я не буду заканчивать работу с помощником. То есть когда мы все настроили, остается нажать только кнопочку «Выполнено». И тогда в соответствии с настройками, которые мы вот сейчас вводили, будет сформирован сам документ. Кроме этого, пока он формируется, я все-таки перейду в журнал. То есть кроме того, что мы можем использовать помощника создания, можно использовать и напрямую, просто создать новую, без того, что мы проходим все этапы при помощи помощника. И здесь уже в привычном формате, абсолютно так же, как в бухгалтерии, мы формируем акт сверки. Делаем так. Вот он, статус создан. Обратите внимание. На сверки – это значит отправлено уже партнером, но еще не получили ответ. Ну и, соответственно, сверено – это уже то же самое, что в бухгалтерии, флажочек согласован. Такой же статус. В бухгалтерии нету на сверке, нету такого промежуточного состояния. Если у нас сверка была с какими-то расхождениями, то здесь мы проставляем флажочек. И, собственно говоря, формирование дальше уже табличной части абсолютно аналогично. То есть мы нажимаем кнопочку «Заполнить» и заполняем по данным организации. «Печатная форма». Сейчас заполнить будет у меня что-то или нет. Нет, к сожалению, нету. И точно так же у нас есть ответственная закладочка «Ответственные лица», где мы задаем подписантов, то есть тех, кто должен подписать наш документ. Соответственно, здесь мы можем выбрать, ну, чаще всего сверками ведает главный бухгалтер, но, естественно, если это какие-то существенные контакты, существенные суммы, контракты, или если вы работаете с госзаказами, то в этом случае ритуальная часть должна быть полностью соблюдена, должна быть и руководитель, и главный бухгалтер. И со стороны контрагента та же самая история. Здесь тоже есть расширенный отбор. То есть то же самое, что нам показывал помощник, только уже не как обязательный шаг. То есть когда вы работаете через помощника, это как бы обязательный шаг, вы мимо него не пройдете. Здесь это просто вот такая информационная ссылочка, по которой вы можете перейти, а можете и не перейти, если вдруг давно не пользовались, например, этим документом, запамятовали или перешли из другой программы, еще не освоились. Ну, то есть разные варианты могут быть. Помощник немножко дольше, но страхует от ошибок и помогает заполнить все, что требуется. Вот этот вариант, это если вы себя чувствуете уже абсолютно уверенно в этом меню и знаете, что вам требуется делать, то и не хотите терять время на работу через помощника. Ну и, соответственно, печатная форма, акт сверки взаимных расчетов. Обратите внимание, здесь есть вот такая настройка. То есть в бухгалтерии, сейчас я перейду снова в бухгалтерию, акты сверки взаиморасчетов. И здесь у нас есть печатная форма. То есть здесь у нас есть три печатных формы. Либо привычная всем форма акта сверки, либо письмо об оплате задолженности, то есть что вам предлагается погасить задолженности и так далее. Ну и печать самого конверта для организации. То есть в этом случае в конверт выводится наименование контрагента и его адрес, если он запомнил, естественно, в программе. Сейчас мы вернемся с вами в ERP. Вот мы вернулись в ERP. И печатная форма. Обратите внимание, она немножко отличается. И, собственно говоря, тот же результат мы получаем только чуть-чуть по-другому. То есть мы можем установить, что мы хотим. Если, например, хотим группировку по договорам, по валютам, по объектам расчетов, если, допустим, это строительная организация. И при выводе на печать, то есть то, что мы в бухгалтерии видели по данным нашей организации, значит, мы должны проставить флажочек «Не заполнять колонки по данным контрагента». В этом случае в печатной форме у нас будет заполнена только одна сторона по данным нашей организации. И выводить совместно расчеты с клиентами и поставщиками. То есть это в этом случае не разбивается покупатель или договора, какие были на покупку, на поставку. Ну, естественно, если валюта регламентированного учета отличается, еще один момент отличия. То есть и в бухгалтерии, и в ERP мы выбираем валюту регламентированного учета. Она всегда соответствует валюте страны, в которой мы работаем. Ну, например, просто конфигурация ERP может применяться не только для российских предприятий, но и существует еще конфигурация VE, World Edition, которые могут применять зарубежные предприятия. В этом случае, естественно, валюта регламентированного учета у них будет, соответственно, национальная. В бухгалтерии у нас бухгалтерия идет только для российских предприятий, но, соответственно, поскольку там налоговый учет присутствует и настроен он полностью на российское законодательство, то бухгалтерия не может позволить себе таких выкрутарцев. Так, значит, посмотрели мы с вами журнал, посмотрели, что есть у нас помощник, и мы можем просто по-обычному создать, можем скопировать. Ну, то есть абсолютно те же функции, которые присутствуют и в бухгалтерии, которые присутствовали и в предыдущих релизах, и во многих других конфигурациях. Теперь снова вернемся мы с вами в бухгалтерию. Так, значит, мы посмотрели, что у нас здесь печатные формы немножко отличаются, и закрою я сейчас акт сверки. Нет, нам не надо это сохранять. И хочу показать еще один момент. То есть на самом деле акты сверки у нас возможны не только между нашими, нашей организацией и партнерами коммерческими. То есть акты сверок у нас возможны, естественно, и с контролирующими органами, с внебюджетными фондами. В бухгалтерии это реализовано через меню отчеты, и здесь мы попадаем 1С – отчетность сверки. Вот такое меню. И здесь мы можем запросить у налоговых органов, например, какие нам нужны. То есть либо справку, либо список предоставленной отчетности, либо по расчетам с бюджетом. Ну, то есть обращаю внимание, что справка о состоянии расчетов и выписка – это немножко разные документы. То есть справка – это по состоянию на такое-то число, ваша задолженность, налог такой-то, там столько-то денег, налог такой-то, столько-то, такая-то сумма. А выписка операции отражает полностью движение денежных средств. То есть когда вы платили какие-то платежи, и когда налоговая начисляла, ну, соответственно, взносы. И есть еще вот такое меню, это с пенсионным фондом, когда надо проверить снилс и фамилия. Ну, может быть, там человек замуж вышел, развелся, поменял фамилию и так далее. В этом случае вы выбираете уже то, что нужно, вот конкретной ситуации, и можно сразу отправить. Хочу обратить внимание, что кнопочка «Отправить» может быть использована в том случае, если вы, например, подключили 1С-отчетность. На самом деле, вот эта функция 1С-отчетность, она очень удобная, она позволяет миновать, так сказать, транзитный файл. То есть в обычном порядке мы делаем какую-то отчетность, выгружаем ее во внешний файл, и этот внешний файл передаем по телекоммуникационным каналам, уже там либо в налоговую инспекцию, либо в пенсионный фонд, ну, то есть передаем ее получателю. Если мы применяем 1С-отчетность, то вот этот этап промежуточный, выгрузки файл и отправки файла уже куда-то, здесь убран, и уже прямо из программы мы можем отправить сформированный, ну, например, сформированный отчет. Тоже нету в нашей домобазе. Ну, собственно, сформированный отчет мы можем напрямую отправить получателю без транзитного промежуточного файла. И будем видеть его состояние. Еще один очень удобный инструмент. Мы сейчас говорим с вами про бухгалтерию предприятия и про 1С-отчетность. Если вы все-таки решили, что это можно использовать, это возможность работать с личными кабинетами. То есть в каждой, в налоговой инспекции, в соцстрахе, природнадзор, ФСС можно зарегистрировать личный кабинет, и тогда вы будете видеть свои взаимоотношения с этой организацией фактически в режиме онлайн. Очень удобно это применять для соцстраха, потому что сейчас электронные больничные применяются. И, соответственно, когда вы заполнили по электронному больничному данные, вы можете отслеживать его статус, то есть принят он соцстрахом, или обнаружены какие-то ошибки и требуется их исправить. То есть видеть статус и прохождение документов. Очень удобно это с налоговой инспекцией, потому что в этом случае переписка, например, получение требований об оплате налогов и так далее, вы ее видите практически в онлайне, и у вас больше период для реагирования на такие письма. То есть либо писать возражения, прикладывать оправдательные документы, либо уплатить, ну то есть это удобно. И получение справок и выписок. Ну то есть справки с EGRU, если требуется запросить выписку, и практически через 5-10 минут она у вас уже получена. Ну и, соответственно, сверки, про которые я вам только что говорила. Вот они. Кроме этого, здесь есть возможность настроек. То есть, например, ну вот отчетные формы, мы можем взять то, что нам надо использовать. Регламентированные формы и какие-то дополнительные. Я не буду подробно на этом останавливаться, поскольку это не тема нашей сегодняшней встречи. Просто показываю такую возможность. Ну и, естественно, обмена письмами. А теперь мы с вами перейдем в конфигурацию ERP и посмотрим, что у нас, какие у нас дополнительные возможности есть в программе ERP. Ну, естественно, сверки мы с вами уже посмотрели, помощника мы уже с вами запускали. Так, я сейчас позакрываю, чтобы лишнего нам не болталось. Ну, во-первых, практически в каждом подразделе, в каждом вот таком пункте есть, поскольку здесь есть и оперативные учеты регламентированные, здесь, естественно, есть и отчеты, которые касаются взаиморасчетов, то есть не официальных сверок, вот которыми мы пользовались с вами, мы уже смотрели. А есть еще дополнительные отчеты, ну, например, и по закупкам, и по продажам, в зависимости от того, в какой пункт меню мы попали. Соответственно, есть дополнительные отчеты, которые строятся уже по данным оперативного учета и то же самое отражают взаиморасчеты с предприятием, то есть организации с предприятием. Я уже показывала, как это можно на примере партнеров и контрагентов, к сожалению, долго формируется. Ну, то есть по данным оперативного учета, это имеется в виду, что каждый документ, который в системе создается, он, естественно, вызывает движение данных, ну, например, по регистрам. Но не все документы оперативного учета могут отражаться в регламентированном учете. То есть, например, могут быть неотфактурованные поставки, может быть, ну, разные ситуации. Вот. И обратите внимание, вот у нас здесь тоже ведомость расчетов с поставщиками. Ну, то есть фактически это аналог сверки, только уже в разрезе оперативного учета. И, собственно говоря, они тоже настраиваемые, только что они не являются обязательными, это уже больше коммерческая составляющая. И, естественно, законодательно не регулируется, что вы должны там обязательно на 31 декабря составить ведомость расчетов с поставщиками. То есть это уже для коммерческих служб и помогает, так сказать, вести оперативные, ну, иметь оперативные данные по этим взаиморасчетам. То есть ведомости взаиморасчетов задолженность поставщикам без учета регламентированных данных. То есть это по данным оперативного учета. И есть вот то же самое сверка расчетов. Сверка расчетов, ну, допустим, сформировать, что у меня сейчас сформируется. То есть, видите, здесь форма не такая, к которой мы привыкли, ну, к которой привыкли бухгалтера. Это форма именно для использования коммерческими структурами организации. Она точно так же имеет печатные формы. Точно так же можно настроить. То есть у нас есть настройка, допустим, это сейчас простая. Можно включить расширенную настройку и добавить сюда какие-то поля, какие-то дополнительные фильтры. И, соответственно, если я сюда что-то добавляю, то у меня, ну, вот, например, я могу и сгруппировать расчеты, и как-то выбрать то, что меня интересует. И вот при помощи такой пиктограммки перенести это в нужное поле. Могу какое-то оформление другое задать. Но это на самом деле уже все бантики. Основное нужно помнить, что вот эти вот сверки, это у нас сверки по данным оперативного учета. В бухгалтерии это недоступно, потому что там реализован регламентированный учет и налоговый учет. Ну и, соответственно, если у вас есть какие-то дополнительные отчеты обработки, которые для вас были сделаны, то они будут располагаться там, где это для вас, туда, где вывел разработчик. Регламентированный учет у нас отражает уже то, что фактически выполняется по результатам, когда выполнена операция, закрытие месяца. И в этом случае у нас уже появляются регистры налогового учета, всякие справки, расчеты, ну и, соответственно, акты инвентаризации расчетов. Еще один момент мне хотелось бы вам показать, это в разделе финансовый результат и контролинг. Здесь у нас есть дополнительные сервисы, которые, в общем-то, ну тоже при сверке отчетов, при сверке данных с предприятиями могут быть полезны. Ну, на самом деле, это вот направление деятельности, то есть, если у вас есть разное направление деятельности, вот здесь вы можете посмотреть, настроить, что, например, является для вас торговой деятельностью, производственной деятельностью, и уже формировать сверки в разрезе вот этих вот данных. Ну, то есть, например, смотреть только по оптовым продажам или еще что-то, то есть здесь такая возможность есть. И, собственно говоря, еще один момент, который присутствует именно в ERP, поскольку эта программа более, с большими возможностями, с большими... ну, то есть она требует и больших настроек, ну и, соответственно, предоставляет большие возможности. Значит, это у нас раздел НСИ и администрирование, это уже дополнительные функции, то есть к сверкам они прямого отношения как таковые не имеют, но это возможность настроить разные блоки, разные разделы. Ну, во-первых, это возможность настроить интерфейс, то есть то, что вы сейчас видите и в одной программе, и в другой программе, это интерфейс такси, когда мы слева видим вот желтое поле, на котором расположены вот эти вот разные подразделы, то есть разное... меню разных подразделов. Настраивается это через меню НСИ и администрирование, и это меню Интерфейс. Вот он наш интерфейс такси, но если я поставлю кнопочку вот сюда, то у нас интерфейс изменится, причем, обратите внимание, изменится он не только для вас, то есть, например, если в программе работает несколько пользователей, вы там и еще какие-то ваши коллеги, то изменится он для всех, не только для вас. Если я поставлю вот сюда точечку, то меню будет расположено в верхней части экрана, и практически эта же самая линейка будет доступна, но только сверху. Иногда это бывает удобно, когда вы, например, переходите с одной конфигурации на другую, еще не привыкли к интерфейсу такси, но на самом деле такси гораздо удобнее, то есть, те, кто уже к нему попривык, могут оценить его комфортность. И кроме интерфейса через инсы и администрирование, у нас есть возможность подключать внешние отчеты, печатные формы и так далее. То есть, в этом случае мы переходим вот в такое меню, вставим дополнительные отчеты обработки сюда флажок, и можем, ну, если у вас есть какие-то индивидуальные отчеты, может быть, там с какими-нибудь пиктограммами, логотипами, ну, то есть, с какими-то рекламными вставками, можно сюда добавить и использовать уже, соответственно, дополнительные отчеты обработки. Кроме вот этих двух настроек, здесь, естественно, есть еще и, ну, один такой хитрый момент, то есть, меню обслуживания. Сюда у нас вынесены то, что часто используется, ну, практически и при подготовке годовых отчетов и так далее, это поиск и удаление дублей. Когда, например, случайно ввели дубль договора, вместо одного договора у вас два, и вы при проведении СМИ в сверке это обнаружили, или введены дубли партнеров, дубли физических лиц, то, соответственно, вот через вот эту позицию поиска удаления дублей вы можете эти дубли отобрать. То есть, мы выбираем, где мы ищем, в каких документах, и чем удобен этот, именно этот раздел, тем, что дубли не просто удаляются, заменяются на то, что вы выбрали основным. То есть, например, вы нашли несколько дублей, посмотрели, что по одному из них, например, там 500 операций, а по другому две. То есть, вы, соответственно, тот, по которому 500 операций, выбираете основным, и вот эта обработка перезаменяет в документах, в которых был, в двух, например, документах, где был обнаружен второй дубль, она там заменяет его на основной. То есть, это очень, скажем так, мягкая, корректная возможность избавиться от дублей. Показываю я вам его здесь, потому что оно немножко непривычно расположено, то есть, это именно в ERP. Ну, и еще одна очень такая показательная функция, которая широко используется в основном руководителями, когда им надо выяснить, а тем же подчиненные занимались, пока, например, начальство где-то отсутствовало. То есть, это меню активные пользователи, которое показывает сеансы работы, но плюс к этому дополнительные отчеты администратора и дополнительные отчеты по администрированию. ой, извиняюсь. В этом случае можно посмотреть, как, что конкретно люди делали. Либо один пользователь, либо несколько пользователей, ну, вот, например, журнал активности пользователей, нескольких. Значит, в этом случае я могу выбрать список, то есть, я могу выбрать несколько пользователей, кто меня интересует. вот, например, хочу я вот вот и этого посмотреть. Вот и этого посмотреть. Так. Хочу не в группе, например, выбрать. У меня нету по этим никаких операций. Ну, то есть, подбираем сюда людей, которые вас интересуют. Задаем период, за какой период я хочу посмотреть. И нажимаю кнопочку сформировать. В этом случае у меня формируется, во-первых, отчет, сколько раз человек подключался к программе, сколько часов он в программе проработал и какие конкретно, то есть, сколько он ввел новых документов, сколько он изменил новых документов, ну, не новых, любых документов изменил, справочники, сколько операций он прошел с ошибками, или если ему выскакивало предупреждение от программы. в этом отражается, в этом отчете отражается информация по всем лицам, кто одновременно работал в программе, то есть, вы можете посмотреть, работали все ваши сотрудники, или кто-то из них остался на дежурстве, остальные разбежались. И плюс в графическом выражении эта информация будет выведена, что бывает очень наглядно и, к сожалению, печально для руководителя, потому что будет видно не только в цифрах, что он ввел, допустим, ввел и изменил, но и в графическом выражении, то есть, график отдельно по документам и отдельно по справочникам. Если, например, он работал со справочниками, вводил новых, например, физических лиц и сотрудников, в этом случае получается, что документов он никаких не делал, но целый день работал. В этом случае вы это здесь видите, вот в этом графике, а если, например, там, бухгалтер по расчетам лихорадочно носил выписки банка, платежные поручения, заявки на расходование денежных средств, то есть, вводил документы, то это будет отражено вот на первом графике. Это, так сказать, небольшие дополнительные такие плюшечки, которые, в общем-то, очень удобны и которые присутствуют именно вот в ERP и позволяют, в общем, проследить за тем, как, насколько загружены сотрудники, может, человек перегружен, не отрывая глаз от монитора, он здесь всего семь часов сидел, а ему говорят, что он ничего не делал. В этом случае вы совершенно спокойно посмотрите вот по этому отчету. и еще то, что, в общем-то, практически нам интересно в меню НСИ администрирования, кроме того, что здесь задаются основные настройки по предприятию, по организации, опять же, по взаиморасчетам, то есть, вот блок, когда мы взаиморасчеты ведем, и мы здесь можем отмечать, допустим, что у нас есть в нашей жизни, ну, то есть, делать первоначальные настройки через НСИ и администрирование. Ну, и кроме этого, вот, что мне хотелось бы уже напоследок сказать, то, что здесь у нас в меню сервис, можно, во-первых, обратиться в техподдержку фирмы 1С, ну, и, соответственно, если у вас есть подписка на ИТС, на информационно-технологическое сопровождение, то обращение в техническую поддержку для вас будет и бесплатно, и быстро, и эффективно. То есть, ваша задача будет только ввести регистрационный номер программы, который при покупке у вас присвоен, ну, организацию, на которую зарегистрирована программа, на самом деле это даже не столь важно, если вы знаете регистрационный номер, то по нему можно эти сведения получить. И обратите внимание, как везде в 1С, если поле с красным подчеркиванием, то значит, оно обязательно для заполнения. И в этом случае не исключение, то есть, поля, которые с красным подчеркиванием, нужно заполнить, и тогда вы получите консультацию, соответственно, в том формате, которую вы запросили. Либо вам напишут письменный ответ, либо, если вас интересует консультация, то это может быть через линию поддержки, ну, то есть, любой формат. Итак, в общем-то, резюме нашей сегодняшней встречи, что функционал по актам сверок и в бухгалтерии предприятия, я перехожу вот в эту конфигурацию, ну, соответственно, продажи или покупки, это без разницы, что акты сверки, что акты инвентаризации расчетов. Функционал одинаковый и в бухгалтерии, и в конфигурации ERP. Но поскольку в конфигурации ERP реализована возможность введения оперативного учета и регламентированного, то вариантов ERP больше, то есть мы можем получать сверки и по данным оперативного учета и в обычном юридически, так сказать, обозначенном, то есть проведение обычных актов сверок. Ну, и, естественно, оформление инвентаризации, оформление документа оборота связано с проведением актов сверок. в ERP больше возможностей и больше функционала заложено. На этом разрешите завершить нашу сегодняшнюю встречу. Я благодарю вас за внимание, которое вы нам уделили, за время на нас потраченное. И я хотелось бы сказать, что если у вас возникают какие-то вопросы по любым конфигурациям, мы будем рады ответить на них. Обращаться можно по реквизитам, которые вы видите на экране, наш сайт, наши телефоны, то есть соответственно электронная почта. Вы можете написать, в этом случае мы дадим более развернутый ответ, поскольку у нас будет больше времени для ответа, он будет ориентирован конкретно на вашу ситуацию и на ваши сложности. Мы будем рады помочь вам с внедрением новых конфигураций, с доработками, то есть собственно любой спектр работ, которые связаны с программами 1С. Еще раз благодарю вас. Всего доброго. доброго. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...